Перефразируя текст либретто оперы «Пиковая дама», уж полночь близится, а Брексита все нет. И может быть его и не будет. Или он будет, но слишком мягкий, так что Британия останется в таможенном союзе с ЕС. Или же он будет таким, что мало никому не покажется, потому как выход из Евросоюза произойдет вообще без правил. В этой неразберихе члены Палаты общин попытались исключить последний вариант, и вчера поздно вечером большинством всего в один голос приняли закон, согласно которому выхода без правил быть не может. Это, конечно, прекрасно, но они приняли закон, который по большому счету не имеет никакого значения, потому что окончательное слово остается за Брюсселем. Это он будет решать, давать ли Британии отсрочку на выход или нет. А если нет, то, невзирая на все законы, нас ждет хаос резкого вылета из ЕС, как пробки из бутылки шампанского с такими же непредсказуемыми последствиями. Да, и не забывайте, что закон этот пока еще не закон, потому что его сначала должна одобрить Палата лордов. Хотя говорят, что лорды тоже настроены на то, чтобы этот, так сказать, закон принять. Во всей этой истории есть два крайне неприятных момента. Во-первых, Британия оказалась в ситуации, когда правительство страной не управляет. А ранее именно ему принадлежало право решать, какой закон выносить на обсуждение, а какой нет. Парламентарии это право у него отобрали. Если бы они хотя бы были едины, то это было бы полбеды. Но парламент расколот точно так же, как и остальная страна. И во-вторых, это то, что Соединенное Королевство остается страной, разделенной практически пополам. Причем вполне вероятно, что все остаются при своем. Опросы общественного мнения вносят в это дело еще большую путаницу. Если им верить, то картина вырисовывается следующая. Лондон, будучи интернациональным мегаполисом, выступает против Брексита вообще как такового. Если отъехать от его кольцевой дороги, которая носит номер М25, то число граждан, считающих, что выход без правил лучше, нежели тот же таможенный Союз, начинает расти. Двигаемся на север, и процент убежденных брекситеров еще увеличивается, переваливая за 50%. Но как только мы пересекаем условную границу между Англией и Шотландией, картина меняется снова, и число желающих остаться в ЕС увеличивается. Члены парламента и правительства тоже уперлись и свои позиции менять не хотят. Кроме бедной Терезы Мэй, которой одновременно приходится как-то умасливать членов своей собственной партии и пытаться привлечь на свою сторону оппозиционных либористов. Фишка в том, что эти две задачи прямо противоположны, и чем больше она теоретически сможет найти точек соприкосновения с оппозицией, тем больше членов ее собственной партии будут ожесточаться против этой политики. Страсти кипят настолько бурно, что сегодня с утра высшие полицейские чины попросили политиков и общественных лидеров не слишком усердствовать выражения против своих оппонентов. Слова типа «предатели» или «враги народа» — это еще не из самых сильных. В эпоху соцсетей на политиков разного толка обрушивается куча угроз. Один член парламента, сторонник Брексита, стал ходить с камерой типа полицейской, которая автоматически фиксирует все, что вокруг него происходит. Правящая партия и оппозиция всегда в палате общин традиционно высказывались довольно категорично, но все-таки не выходили за рамки парламентских выражений. Теперь же кажется, что этого джинна выпустили из бутылки, и народ берет пример со своих избранников. Да, и еще сегодня лидер шотландских националистов Николас Теджин высказал опасение, что, мол, если Тереза Мэй и Джереми Корбин и достигнут какого-то соглашения, то вовсе не факт, что его будет соблюдать ее Мэй-приемник. Знаете, от меня парламентские выражения тоже бегут, и я, честно скажу, собираю в кулак всю свою волю, чтобы не сказать простым русским языком, что я по этому поводу думаю. И поверьте, таких, как я, много. Это все на сегодня. Другие подробности на сайте bbc-russian.com, где публикуется ежедневная сводка новостей. До свидания.